Популярный российский клоун и по совместительству председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о протестах азербайджанской диаспоры и официального Баку по поводу гибели нашего соотечественника Викила Абдулаева и освобождения из-под стражи застрелившего его инспектора ГИБДД. В Новосибирской области полицейский случайно застрелил при задержании одного из нарушителей правил дорожного движения. Депутаты азербайджанского парламента какой-то протест устраивают. Вам какое дело, если для представителей, жителей Азербайджана что-то здесь не так? Пусть едут домой и обратно, заявил политик во время видеоинтервью. Жириновский также раскритиковал и действия властей города. По его мнению необходимо встречаться с разными национальными общинами, как в городе, так и в регионе. Неуважаемый Владимир Вольфович, так уж повелось, что вам всегда сходит с рук любое хамство. На полудурка вы не смахиваете, так как за всеми вашими действиями стоит холодный расчет. Вы хоть и шут, но шут профессиональный и по слухам очень дорогой. У нас даже закралось подозрение, что вы прикидываетесь умалишенным хамом. И это лишь часть вашего сценического образа. Не будем строить догадки о том, кто составляет вам тексты. Но этот человек явно не дружит с логикой. Вы заявляете, что полицейский в России случайно застрелил азербайджанца, вопрошая какое дело до этого азербайджанцам. Пардон, а кто должен заниматься проблемами наших соотечественников? Посольство Гондураса. Вы в своем уме, Владимир Вольфович. А знаете ли вы, что в Уголовном кодексе России есть статья о разжигании межнациональной розни? Ваша фраза «пусть едут домой» и обратно рассчитана на ту часть электората, которая буквально кипит ненавистью к выходцам из Кавказа. Эти самые лица кавказской национальности, которых вы посылаете домой, имеют большие заслуги в формировании культуры СССР, правоприемником которого считает себя современная Россия. Вам прекрасно известны имена Рустама Ибрагимбекова, покойных Таира Салахова и Муслима Магомаева, которые внесли свой бесценный вклад в развитие культуры некогда общей страны. А что касается убийства азербайджанца в Новосибирске, то тут у нашей диаспоры и официальных лиц появились вполне естественные вопросы. Кстати, они важны и для самой России. Если ситуация не изменится, скоро во всех городах вашей необъятной страны полицейские будут случайно застреливать нарушителей правопорядка. Когда у Булата Акуджавы спросили, как он относится к авторам оскорбительной для него статьи в одной из газет, он ответил, я отношусь к ним, как патрицей к плебеям. Точно так же мы относимся к иррациональной паранойи, что отчетливо выпечено почти в каждом вашем высказывании и поступках, Владимир Вольфович.